Способность любить Вот то, что мы должны раскрыть в себе Не желание удовольствия быть любимыми и наслаждаться Оно, безусловно, присутствует в нас Как некий антитезис способности любить Но все же, если мы каким-то образом Поднимемся на ступень выше То увидим, что вот эта самая способность любить Она и делает нас прекрасным Явно очень яркий пример Это когда девушка становится женщиной Как девушка она наслаждается Но вдруг у нее появляется маленький ребенок Крохотный ребенок Который полностью беззащитен И тогда в какой-то момент Она начинает любить Это ее сердце Трансформируется И она становится другим человеком Не потому, что она родила одного, два или больше детей А потому, что способность любить Ну, тогда все девушки скажут Ну, мы должны все родить детей Это шутка, конечно Но истина состоит в том, что Истина состоит в том, что Семя любви к Богу Должна прийти в наше сердце От того, кто обладает Этим удивительным чувством От Шейгуру И далее в нашем сердце Должна произойти трансформация Это не быстрый процесс Но дерево любви к Богу Оно будет явлено Любви к Кришне И это происходит через воспевание Святого имени Воспевание Святого имени Это не просто такой процесс Вот ты там бросил В непаханное поле Семя И вырос прекрасный лес Ничего подобного Необходимо взрастить Эту любовь к Богу Помните, да? Фильм про остров Про отца Анатолия Там все молились А отец Анатолий Как бы подбросывал в печку дров И не зря, конечно, режиссер Красиво показал Святого Что он живет своей жизнью Духовной Может быть, даже не со всеми Потому что он выше Не потому, что он там Возгордился И заперся в кочегарке А потому, что его способность Духовного Но обратили внимание Удивительный момент В отце В фильме остров У отца Анатолия У него свой кризис Он не сидит и не говорит Я самый крутой среди всех Нет Он думает Я самый плохой Я самый падший Я предал Когда-то я предал Я должен Я живу с этим чувством И вот иногда Способность Неспособность Духовности Она стимулирует Духовный рост человека И он может быть Выше совершения Чем другие Но вы скажете Ну круто Ну как бы Один на миллионы На миллиарды Дайте статистику Но если мы учтем Что это дело Не одной жизни Тогда все хорошо То есть не думайте Что на этой жизни Все закончится Даже если вы не Поэтому Арджуна Задает Кришне вопрос А что если не получится Что будет Если я Встану на путь Бхактия Как бы Забью на все материальное Я духовное не получу В итоге Я не получу Ни духовное Ни материальное Так Кришна Кришна говорит Нет Он говорит Если На духовном пути Нет поражений С материальной точки зрения Ты точно все потеряешь Смерть у тебя Абсолютно все отнимет Будь ты в прошлой жизни Эйнштейн В этой жизни пойдешь Все равно Как бы Конверты клеить языком А и позовите Эйнштейна Новые конверты Я придумал новый метод Перестань со мной спорить Вот То есть Может быть такие обстоятельства Жизненные Да Кармические Ну вот Ты типа За что же такое у меня Слишком был умный Слишком много Критиковал Высший мир Слишком Многих людей Как бы Поэтому в этой жизни На почте Хотя в принципе Язык длинный Как говорится Но Может быть такое То есть Дело не одной жизни И Все мы с вами Кем-то были Возможно Кто-то из нас Был Третьяковым Вот здесь был Водоходный дом А кто-то был Графиней Вот Там Ясуповой Это же все Как бы наши дворцы С вами Да Но не в этой жизни В этой жизни Мы приехали в Москву Искать работу Возможно Могли найти В собственном доме В типографии Пример Ну вы скажете Это смешно Но какой-то автор Может расписать Такую как бы Интересную историю По-пелевински Что как-то Каждую жизнь Ты живешь И интересно Почему тебя Почему тебя Накрывает Почему Почему ты теряешь Что-то в этой жизни Но Тут другой момент То что божественное Мы обретаем Это всегда Остается с нами Вот это удивительная вещь И это Вы скажете А что это такое Что остается со мной Что я буду там Бормотать мантры Или там Вот Всякое может случиться Но Есть один важный аспект Бытие Это вера Вера Это способность Принимать Божественное Вера Это То Что является Величайшим Богатством Человека Будь у вас вера Вы можете даже Работать в цирке Дусале По воде ходить Но с другой стороны Вы скажете Но является ли Вера Эквивалентна Того Что мы можем Обрести За веру Что-то материальное Ну Есть еще такой момент Это Вера Она связана С сознанием Птицы Не сеют И не сажают Это сказал Христос Не я То есть Я никого не отговаривал Ехать на картошку Это он Но почему он сказал Но почему он сказал Такую вещь Птицы Не сеют Не сажают Да потому что Сознание Оно определяет Способность Самоподдержания Только одно сознание Ну например Достаточно Примитивный пример Ну был такой Музыкант Паганини Он настолько Осознанно Играл на скрипке Что он мог Играть на одной струне На трех На двух Даже его Злоумышленники Не поняли о том Что подрезав ему струны Они лишь сделали Его бессмертным Любой человек Который осознанно Что-то делает Будь он Поваром Дворником Любые качества Осознанные Станьте гениальным хирургом Или гениальным педагогом Или гениальным поваром Вы скажете Ну как я могу быть гениальным Да Может быть С физической точки зрения Вы не будете гениальным Но с духовной точки зрения Все что вы будете делать Все Все это шаг К вашему просветлению Поэтому Гипотетически Здесь все просветленные души Вы скажете А я тоже Ну вы тоже А вы Ну у вас такая борода хорошая Вы близки к этому А вы А вы А вы типа смеетесь уже Так подхихикываете Как отец Анатолий Вы тоже Вы такие О Давайте теперь о плохом Настолько будучи близки К божественному Тем не менее У вас нет У нас нет У меня нет Что делать Да Что делать Ответ очень простой Что делать Продолжать Продолжайте свой путь Ну вы скажете Я не могу продолжать Я уже устал Я уже здесь как 6 месяцев продолжать Я уже все постиг Я уже со всеми познакомился Перезнакомился Познакомьтесь с собой Вот И в этой связи Как бы Единственное что мы можем делать На духовном пути Это двигаться Подвижничество Это исключительно внутренний процесс Да То есть И мы увидим Что внутреннее продвижение Оно крайне Крайне Сложное Как сказал кто-то из великих Шаг вперед Три назад Непонятно куда я движусь И тем не менее Есть такой принцип В бахте Помните что любовь Это не то что я могу Механически вызвать В своем сердце Любовь Не сходит Она сама выбирает Того Кто к ней готов И определяется любовь Не самим Любящим Пьяный не может Определить степени Своего опьянения Но Это чувствует окружающий И вот все эти сказочные вещи На самом деле Они крайне простые Потому что я вам сейчас говорю Это А, Б, В, Г, Д Это арифметика Хотя мы использовали Каких-то современных философов Или какие-то принципы Социального устройства общества И поиска смысла жизни Я вам сказал сейчас Вообще элементарные вещи Просто сказал это Таким простым Очень доступным языком Как наш Гуру Дев говорил Сладостные, простые, возвышенные истины